Всем привет! Продолжаем знакомиться с мифологией. Фетида. В греческой мифологии дочь Нерея и Дориды, наиболее известная из Нейрит. Став женой Пелея, Фетида сама бессмертная и пыталась сделать бессмертными своих детей. Желая проверить, унаследовали ли они от матери способности жить под водой, Фетида опускала их в чан с водой, но дети захлебывались и тонули. Только Ахилл остался в живых, благодаря неожиданному вмешательству Пелея. По более распространенной версии мифа, Ахилл был единственным сыном Фетиды. Застегнутой Пелеем при попытке сделать Ахилла бессмертным, Фетида оставила мужа и вернулась в дом своего отца Нерея, но продолжала заботиться о сыне. Во время сборов ахейских вождей под Трою, Фетида скрыла Ахилла на острове Скирос. Когда же его участие в войне стало неизбежным, Фетида предупредила Ахилла, чтобы он не спрыгивал с корабля первым на Троянскую землю. По предсказанию, первый высадившийся ахеец должен был погибнуть. Ильяда повествует о помощи, оказанной Фетидой сына во время войны. Она передает Зевсу просьбу Ахилла отомстить ахейцам за нанесенные ему оскорбления. Утешает Ахилла после гибели его друга Патрокола, а затем доставляет ему новые доспехи, изготовленные по ее просьбе богом Гефестом. Сохранившиеся в Ильяде воспоминания об услугах, оказанных Фетидой Дионису, равно как и миф о предполагавшемся брачном союзе Фетидой с Зевсом, дает основания утверждать, что, вероятно, в древнейшие времена Фетида играла более значительную роль в мифологической традиции и только с формированием Олимпийского пантеона отступила на задний план. Ну вот так вкратце о Фетиде, текст по книге «Мифы народов мира», автор Ярха, энциклопедия в двух томах. Пока-пока, до свидания.